Витаю! В этом видео в фабрикат МКЕ мы посчитаем частоту собственных колебаний от напролетной дутавровой балки с перфорированной стенкой. Итак, балка у нас состоит из прямоугольников, а отверстия получены вычитанием массива восьмиугольников. Теперь переходим в ПАРТ и выполняем операцию булевого слияния. Далее переходим в МКЕ и создаем контейнер с расчетом. Решателем по умолчанию у нас служит Калькуликс. Индинируем сетку конечных элементов. Добавляем материал. Это поле оставляем пустым, так как всем элементам будет назначен одинаковый материал. Добавляем толщину пластин. Стенка у нас будет толщиной 1 см. А все остальные полки и концы балки 3 см. Добавляем закрепления. Одно ребро закрепим по XYZ. А другое по YZ. А другое по YZ. Поэтому их добавлять не нужно. По умолчанию фрикат настроен на поиск 10 форм собственных колебаний и на частоту от 0 до 1 МГц. Эти значения можно изменить в настройках Workbench'а или непосредственно перед расчетом в самом Калькуликсе. Я поставлю вместо 10 5 форм. А также поставлю показывать результаты для стержня и пластин, как для объемных конечных элементов. Теперь заходим в Калькуликс, выбираем частотный анализ фриквенции, записываем файл заданием на расчет и запускаем сам расчет. Вот наши результаты. 5 форм собственных колебаний. Вот наши втором конечных колебаний. Результаты частотного анализа записываются в файл DAT. Первый блок – это у нас собственные значения, а дальше частоты собственных колебаний, врат в секундах и в герцах. Также у нас коэффициенты влияния и модальные массы. Несмотря на то, что в Африкат нет функции расчета частоты собственных колебаний с учетом нагрузок, калькуликс это делать может. Для начала удалим старые результаты и добавим обязательно собственный вес и нагрузку на балку. Теперь переходим к калькуликс и выбираем статик. Чтобы в расчете частот собственных колебаний были учтены нагрузки, калькуликс предварительно должен выполнить статический расчет. Далее нажимаем «Записать файл задачи», затем «Отредактировать файл задачи». Основным шагом у нас будет статический расчет. Далее, после статического расчета мы должны добавить следующие строки. Первая строка у нас говорит о том, что при расчете частот собственных колебаний будут использоваться результаты предыдущего расчета. Далее, непосредственно частотный анализ. Цифра означает количество форм собственных колебаний, которые нужно найти, и окончание работы. Как и в предыдущем расчете поставлю 5 форм колебаний. Закрываем, не забываем сохранить изменения и запускаем расчет. Расчет окончен, закрываем. И вот наши результаты. Первый шаг – это результаты статического расчета. А следующие шаги – это уже наши формы собственных колебаний. Так же, как и в предыдущем расчете, частоты на данный анализ был записан в файл DAT. Наши частоты, коэффициенты влияния и модальные массы. Если мы сравним два DAT файла с текущего и предыдущего расчетов, мы увидим, что значения несколько отличаются. Содержимое файла DAT можно скопировать и сохранить как текст. А формам колебаний можно добавить фильтр результатов. Содержимое файл DAT. Содержимое файл DAT. Содержимое файл DAT. Содержимое файл DAT. И сохранить как картинку. Содержимое файл DAT. На этом все. Дякую за увау. Содержимое файл DAT. Содержимое файл DAT.